Здравствуйте, дорогие друзья! Центральное событие недельной главы Торы Вейра Акидат Ицхак, заклание Ицхака. Это было десятое и последнее испытание, которым подвергся наш братец Авраам. И именно после него Всевышний свидетельствует о том, что Авраам полностью предан Богу. И нужно понять, что особенно в этом испытании. И с тому моменту Авраам уже прошел девять испытаний, в которых он был готов даже отдать свою жизнь ради веры, когда его бросили в огненную печь. Особенностью Авраама было его безграничное милосердие. Он ставил шатры в пустыне и принимал гостей, кормил и поил их бесплатно, с одним лишь условием – благословить Всевышнего в конце трапезы. Появление принести в жертву любимого сына Ицхака, про которого сам Всевышний говорил ему, что через него произойдет от тебя великое потомство, было в наивысшей степени проявлением строгости, которое полностью противоречит его природной натуре – милости и доброте. В других испытаниях, несмотря на то, что он был даже готов отдать свою жизнь без личного интереса ради истины, все это было в рамках его природной натуре – любви ко Всевышнему. В заклании Ицхака Абрам показал, что ради выполнения приказа Всевышнего готов полностью отказаться от личного интереса и даже приступить к своему природному качеству. Этот отрывок из нашей недельной главы мы читаем каждый день, что говорит о его значимости и актуальности для каждого из нас. Есть евреи, которые в своем служении Богу позже предисположены к молитве, то-то к учебе Торы или делать добрые дела. Для полноценного служения Творцу недостаточно делать только то, к чему у нас лежит сердце, но нужно совмещать все виды служения. Именно тогда наши Торы и заповеди будут по-настоящему во имя небес. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok